Здравствуйте, уважаемые зрители! Добро пожаловать на ВТБ-арену сегодня. Здесь через несколько минут московская дерби. Классика отечественного хоккея. Динамо против Спартак. Матч континентальной хоккейной лиги. Как правильно отмечать? 550-й матч накануне показал Найджел Доус, который забросил в овертайме в ворота СКА. У спартаковцев опаснейшая атака. Юсеф вдоль ворот. Там, да, вижу Бакоша, вижу Лехтерю, Горлицкий, Шипачев и Яшкин, но тем не менее пятерка Спартака не может шайбу у них отобрать. Снова Шипачев входит в зону, прокатывается за ворота. Пас на пятак, бросок! Это Сергеев там подкрался незаметно. Андрей Сергеев, 99-й номер. Удивлялись, дивились мы его. Да и парк-то особо не было, да. Но на самом деле, когда комментаторах говорили, да, тогда напоминалось. Ох, какой момент возникает у спартаковцев. Ганзел вырвался где-то на стыке зон ответственности динамских защитников. Расположиться в зоне атаки и попробовать разыграть что-то. А сейчас уже Шипов, Брюквин и Тарасов на площадке. Вот у них-то получилось здорово. И шайбу в зону привезли и вывели на бросок. Андрей Сергеев, вот он бросал в дальний угол над щитком, но без палок. И вот это, наверное, болельщиков расстраивает. Но в целом хоккей смотрится. А вот и перевод. А вот и шикарная разыгранная комбинация. И шайба в воротах. Владислав Ефремов принимает поздравления от своих партнеров. Как-то так отложенно он начал праздновать. Похоже, там без палок от шайбы зацепил. И два с половиной матча не может забить при игре в равных составах. Так что, в общем, тут невелика беда. А вот момент. А вот Бакыш. И успевает его накрыть Григорьев в последний момент. Но, мягко говоря, не все его броски таят опасность. Здесь Сергеев после перевода партнера на месте без палок. Брюквен. И как-то расступились спартаковские защитники, открыв путь к своим воротам. В средней зоне находит Кагарлицкого. Тот двигает вправо на Шипачева. Вадим подключает Чайковского. И в итоге снова Хиетанин попадает в Яшкина. Добивал Шипачева каким-то чудом. Обстоятельность совпадает с сухой серией Спартака. Тот те же показатели абсолютно. Надо сказать, что отскочил, в общем-то, по большому счету, Динамовец в этом эпизоде. А Спартак забивает в меньшинстве. О как! В равных составах не забивается Спартаку в этом сезоне так хоть 4 на 5. Чем не повод сравнять счет? И это Дмитрий Вишневский. Защитник Спартака, который сегодня... 550-й матч. Вышло звено Ганзала и заставило первую тройку Динамо провести всю свою смену в зоне обороны. Опасный момент. Не удержал Шайбу. И вот теперь как раз 4 нападающих. Весь иностранный легион Спартака на реализации большинства. Кулюмин в падении. Не позволяет Пакошу Шайбе дойти. А вот оттуда из дальнего круга вбрасывание. Великолепный бросок удается Юри Лехтере, по-моему, это был. Юри Лехтере, да. До него доверили Шайбу. Он приложился в одно касание. Первая Шайба Юри Лехтере. В этом сезоне в форме Спартака. И тут нет возможности у Беспалова вмешаться в игру и каким-то образом ее зафиксировать. Миронов мощный бросок из-за скопления игроков вылетает. Шайба здесь Беспалов спасает. В чужой зоне бороться за эту Шайбу. Искать свои моменты. Ну а на Спартаковской скамейке призыв от тренеров к своим игрокам. У Динамовцев Шайба пока у борта и отсюда забросить проблематично. Снова ее Рылов выгружает из зоны. Вторую шанс урадила. И на этот раз он им воспользовался. 3-1 за 10 секунд до конца. И похоже Спартак близок к тому, чтобы одержать свою первую победу в чемпионате. И прервать вот эту серию из 6 подряд. В третий период входил проигрывая 0-1. Но тем не менее в меньшинстве, в большинстве и в формате 5 на 6 Спартаковцы забросили 3 Шайбы и одержали победу в этом матче. Вообще вот поэтому тренеры и ненавидят шайбы пропущенные в меньшинстве. Особенно в такой момент.